В зеркало заднего вида был установлен факт выезда на полустречного движения автомобиля, о чем я сообщил Грибанову, который, повернувшись и наблюдав данный факт, лицезрел заднее ветровое стекло автомобиля. Я также не переставал смотреть зеркало заднего вида, чтобы не терять автомобиль из вида. Он остановился, включили проблесковый маячок на автомобиле, световую сигнализацию, и уже был остановлен автомобиль Renault Duster. Проходите за дону, назови свою фамилию, имя, отчество Грибанову Александровичу. Сначала, получается, коллега увидел в зеркало заднего вида, как автомобиль выехал на полосу, сказал мне, я повернулся, то есть увидел в заднее стекло, как автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Так, выявил Брежнев, да? Ну, он увидел, получается, да, в зеркало, сказал мне, я вернулся в зеркало, в стекло заднее было хорошо видно, как автомобиль выезжает. так что за автомобиль видели давно даст идентифицировали в какой момент момент когда повернулись когда повернулся там был хорошо виден цвет его помните на свет все это дело кажется участок дороги там освещение священ там начинался даже свечен участок сначала был не освещена тому же тот момент когда увидели то есть уже был освещен с момент совершения правонарушения до момента остановки автомобиля он все время в поле вашего зрения был а каким же образом темное время суток со включенными фарами вы так достоверно определили марку и модель профессионализма то есть уже определяешься даже в ночной время суток можно определить по фарам через автомобиль со включенными фарами видно было как он вылежал на полосу тот момент его не автомобиль не мешал да что ты черт побери такое несешь александрич после того как автомобиль и вернулся за арест на свою полосу вы его наблюдали не наблюдали ну я получается видел автомобиль который непосредственно сзади у нас был и смотрел чтобы тот автомобиль который автомобиль сзади я видел не полностью автомобиль а часть автомобиля чтобы он никуда не уехал то есть никаких передвижений не было на полосе то есть само вот это ремонт авто наблюдали не наблюдали но не полностью какую часть была видна передняя часть передняя часть ремонт автора когда он вернулся за автомобиль которыми он был между вами да и не вся какая-нибудь конкретно не вся часть была какую часть автомобиля вы видели переднюю боковая основе кто себя видит и здесь еще желаете пересенивать по поводу вопроса когда задавались по поводу установления марки автомобиля просто хотелось заметить что в момент когда уже автомобиль возвращался в полосу начинался участок автодороги где имеется освещение поэтому представлялась такая же возможность идентифицировать автомобили по маркам ну начиная с того что мы ехали с Хмельца проехали миролюбовку как Евгений уже сообщил мы догнали автомобиль который вилял впереди ну как-то его прям стремительно нагнали там поток в принципе не быстро двигался и уже перед полковским получается там совсем все замедлились ну и как вы уже говорили он выезжал на встречную полосу потом возвращался и в последний момент перед нами очень резко выключил свет для того что было видно и свернул через дорогу к домам мы продолжили движение потом увидели машину ДПС припаркованной на остановке и потом уже ну они за нами проехали инспектора включили маячок я решил сразу остановиться не дожидаться остановки подскажите пожалуйста вот этот автомобиль который выехал на полу встречного движения он свернул налево непосредственно сразу ну он получается перестроился на полу встречного движения потом перейдутся назад вернулся и сразу после этого прям как получится он вернулся и сразу после этого Смотрите, а вы видели, данный автомобиль притормаживал перед тем, как выполнять данный маневр? Ну, мы все уже оттормозились к этому моменту. То есть там скорость была около 50-40. Ну да, он нажал на тормоз и свернул сразу, не создав понятие. То есть он сворачивал на той же скорости, на которой осуществлял движение. Либо он осуществил кратковременную, может быть, даже частично полную остановку средства на полосе уже непосредственно в трещере движения. Скажем так, не полосе, а во время поворота. В повороте он запорнозил. Фонари загорелись, он сразу свернул. Да, фонари загорелись, стопа. И он осуществил съезд, получается, к дому. Ну да, вы свернул в небо, я еще не проходил вам взглядом. Вы запомнили, было металлическое ограждение барьерное. Дальше было, а вот он свернул перед ними, получается. А рельеф местности какой был? Прямой, угон? Ну, пологий спуск такой. Ну, то есть там никакого экстремального спуска не было, просто съезд. Далее, вы не обратили внимания, куда данный автомобиль делся? Нет, нет. Потому что, ну, такая ситуация, во-первых, поток тормозит, он куда-то съехал. Проходит несколько секунд, вы еще за нами с Иллюстра выезжаете, и все. Такой экшен. Ну, так и просто я. Между автомобилем ГИБДД и автомобилем, совершившим правонарушения, был высокий темный полугрузовой автомобиль. Ваша честь, разрешите такую не совсем правую лексику. Он был не стеклянный, чтобы через него было видно, какой автомобиль за ним ездит. И поэтому, каким образом сотрудник ГИБДД наблюдал через заднее ветровое стекло, что находится за грузовым автомобилем после него, ну, тут вопросы даже уже не столько водительского опыта или не водительского опыта, а вопросы логики и физики, наверное. Первый суд я постановил признать виновному Афанасию Виктору Андреевичу в совершении административного правонарушения, предусловленной частью 4-й, 12-й, 15-й, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначенному наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.